Девушки отдыхают Они биологи В звездах разбираюсь, а в растениях нет Капа, как ты думаешь, к какому семейству относится наш подопечный? Что? Еще раз? К зеленому и колючему в очке Робот шутит Ну правда, юморог у тебя, я бы заметил, железный Но для кучки микросхем я бы заметил неплохо, неплохо, хвалю Что? Еще раз? А, пора программу начинать, действительно пора Отставляем наш кактус в стороночку Так, и... Здравствуйте, мальчики Здравствуйте, девочки Приятно видеть вас снова Ну, Капа у нас сегодня в ударе И шутит, и галантин Сверх меры Знаешь что, дружок Отправляйся-ка ты куда-нибудь в сторону созвездия Лиры Похоже, ты засиделся на земле Итак, даю обратный отчет Три, два, один Поехали! Счастливого пути! Ну, а мы с вами, мои юные астрономы Сплавив этого болтуна и острослова В тишине и покое Попытаемся заняться космической биологией Да-да, есть такая наука В сфере ее интересов Влияние космоса на живые организмы Но нас-то с вами Интересуют не все, а все живые организмы А только, вот, растения Почему? По двум причинам Первая, глобальная Еще Константин Эдуардович Циолковский считал Что на борту космических кораблей Обязательно будут оранжереи В которых совершается круговорот веществ Подобно тому, как это имеет место В естественных условиях на земле Циолковский писал Люди будут поедать плоды А растения будут очищать воздух И производить плоды Человек будет возвращать в полной мере То, что он похитил от растений В виде удобрений для почвы и воздуха Вторая причина Менее глобальная Это письмо, которое пришло Из Архангельска От Кости Зимина Костя хочет знать Какие растения выращивают на борту Международной космической станции И главное, как Ведь возить Землю на орбиту Наверное, дорого Ой, дорого Дорого, дорогой мой Поэтому возят ее пока только Для экспериментов с растениями Хотя, хотя я твердо уверен Что придет время И на МКС будут бурно зреть Томаты и, например, ананасы Но я снова увлекся Итак, для экспериментов С растениями на орбите Используют гидро- и аэропонику С простейшим видом гидропоники Мальчики, девочки Вы наверняка хорошо знакомы Не припоминаете? Ну как же Ваши мамы, я уверен, весной Проделывают эту нехитрую процедуру Берется луковица Вот так вот И опускается Стакан с водой Так, чтобы воды касалась Лишь небольшая часть луковицы Вот, пожалуйста Проращивание лука На зелень методом гидропоники Вместо почвы Используется раствор В данном случае обычная вода Насыщенная питательными веществами Красота! Но если мы подвесим луковицу на веревочке И будем ее обрызгивать из пульверизатора Тем же самым раствором То мы с вами увидим В простейший случай аэропоники То есть корни растения находятся в воздухе А питательные вещества поступают к ним в виде аэрозоля Ну, со способами выращивания растений на орбите Мальчики и девочки Мы разобрались Осталось выяснить Какие зерновые фрукты и овощи Удалось вырастить в невесомости Самым удачным оказался опыт по разведению Вы не поверите, мои юные астрономы Клубники! Да! Для МКС создали новый сорт Он быстро созревает Требует меньше света и воды Да и ягоды вырастают Крупнее обычных Эх, не знаю название этого сорта Но лично я бы дал ему гордое имя Космический Или, быть может, орбитальный Так вот Кроме клубники В космосе уже выращивали горох И даже пшеницу Супер карликового роста На очереди салатной культуры И, конечно, томаты Думаю, космонавты с удовольствием отведают спелую помидорку Прямо с ветки Ах! Между прочим, мальчики и девочки Космическая биология – серьезная наука Например, ученые, космобиологи Подсчитали, что одному человеку Для того, чтобы получать суточную норму витаминов Необходимо съедать 100 граммов свежей зелени в день А если экипаж космического корабля Несущегося к звездам Будет состоять из шести человек А? Сколько тогда потребуется зелени? М? Правильно! 600 граммов в сутки Ну, а сейчас задачка посложнее Эксперименты показали Что с одного квадратного метра Можно получить 100 граммов зелени Вопрос Какого размера нужно разбить гидропонический огород Чтобы обеспечивать витаминами Весь экипаж в течение всего полета? Кто сказал 6 квадратных метров? Друг мой Решая задачку, вы не учли множество факторов риска Таких как качество питательного раствора Тип источников освещения и прочее, прочее, прочее Ну, словом, по предварительным расчетам Понадобится 10 квадратных метров По земной площади Так что инженерам, проектирующим космические корабли Придется в будущем учитывать место И для огорода 5 метров в длину и 2 в ширину Ну, а пока космические огороды куда скромнее Размер оранжереи «Лада», что верой и правдой Служит на МКС уже 8 лет Всего-навсего 340 квадратных сантиметров И в этой крохе наши космонавты сумели вырастить замечательный горох Выросший высоко над Землей в условиях невесомости Он ни вкусом, ни цветом, ни содержанием питательных веществ Не отличается от обычного земного гороха А значит, прав старик Циолковский Будут бороздить межзвездное пространство космические корабли Чьи экипажи полностью обеспечат себя свежими Только с грядки, овощами и зеленью А вы догадались, чем эти грядки Еще будут дороги отважным покорителям космоса, а? А островки и зелени Станут отрадой для глаз и психологической отдушины Только представьте Вы летите сквозь космос В иллюминаторе чернота в перемешку со звездами В самом корабле стальная обшивка стен Глазам мучительно хочется цвета И тогда вы спускаетесь в космической оранжереи И долго-долго любуетесь растениями Что зеленеют точь-в-точь, как на Земле Ну, с космической биологией мы с вами, мои юные астрономы, разобрались А не размять ли нам мальчики и девочки ноги И не рвануть ли куда-нибудь за пару-другую десятков световых лет? А? Тем более, что и повод есть Письмо Письмо Андрея Светлякова из чудного города Тобольска Андрей пишет Здравствуйте, Филипп Филиппович Икапа Пожалуйста, расскажите мне о звезде по имени Вега Хм Итак, Вега или Альфа-Лиры А между прочим, в нашем северном небе Держит второе место по яркости после хорошо знакомого нам Арктура Найти ее довольно просто Летней ночкой выходите из дома, поднимаете глаза вверх И находите опять-таки хорошо и давно известный нам астеризм Летний осенний треугольник А видите звезду, что горит-сияет в его верхнем углу? Это и есть красавица Бега А лететь до нее не так уж и далеко По космическим меркам, конечно Всего каких-то 26 световых лет Ну, подумаешь, разве это расстояние? Тем более для нашего сверхстремительного Капы Кстати, о Капе Самое время выйти с ним на связь и с его помощью Как следует разглядеть Вегу В мельчайших, так сказать, подробностях Капа, Капа, прием Земля вызывает Капу Профессор Астров Слышите? Откликнулся Дай-ка нам картинку красавицы Веги Слово Вега произошло от арабской фразы Которую лично я воспроизвести не в состоянии Но переводится она как Падающий орел Что за притча, спросите вы? Откуда взялся орел в созвездии Лиры? Отвечаю Древние арабы В рисунке, который образует звезды созвездия Видели как раз орла А не музыкальный инструмент Лира появилась на небе только благодаря древним грекам Но вернемся к, собственно, Веге Мальчики и девочки Она очень быстро вращается вокруг своей оси Например, на ее экваторе Скорость вращения достигает 274 километров в секунду Если сравнивать с Солнцем, то Альфа Лиры вращается в 100 раз быстрее Смотритесь Вегу пристальнее Что она вам напоминает? Да-да, скорее эллипс, чем шар А все из-за быстроты вращения Вращалась бы она медленнее, была бы более шаровидна А, друзья мои, раз мы оказались буквально в двух шагах от звезды Давайте-ка решим загадку, которая давно мучает ученых Исходя из мощности инфракрасного излучения Веги Мои коллеги считают, что вокруг нее должен вращаться болевой диск Нечто вроде нашего пояса Койпера По-моему, я разглядел что-то похожее на диск А вы? Кстати, мальчики и девочки Таких звезд с болевым диском, что разогревается энергией звезды Во вселенной довольно много И эти светила с дисками носят громкое имя вегоподобных звезд Что еще я забыл поведать о Веге? Ах, я старая астролябия! Мальчики и девочки Ученые предполагают, что рядом с Вегой крутится самая настоящая планета Размером с наш Юпитер Вот теперь, пожалуй, на сегодня все Пора заканчивать программу До свидания! Но вы, мальчики и девочки, присылайте Присылайте ваши космические вопросы по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7 Телеканал «Радость моя» Профессору астрономию Астрову Или оставляйте их на сайте телеканала Радость моя.ру И не забывайте по вечерам смотреть на звездное небо До скорой встречи! Ваши Филипп Филиппович и отсутствующий временно Капа Да, я подозреваю, Капа, что ты так и не понял Что такое гидропоника и аэропоника, да? Ну вот, я тебе попытаюсь объяснить это более доступным способом Гидропоника – это когда растение корнями своими Только чуть-чуть касается воды Да, не ругайся, не ругайся, вода теплая, я подогрела Да, понятно, да? А вот аэропоника – это когда корни растения буквально-таки в воздухе висят Их поливают вот этим специальным раствором Теперь ты понял, что это такое? Ну не ругайся, искусство требует жертв Все Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok